Широкую Вологодскую Масленицу отметили во всех микрорайонах города. Праздники во дворах, скверах, парках, на стадионах, в самых разных уголках областной столицы организовали сами жители при поддержке городских властей, ТОСов и Центра по работе с населением. Народные забавы, вкусные блины и сжигание Масленицы. О том, как это было в материале Алены Закатаевой. Раз, два, три! Перетягивание каната, хоккей на снегу, потехи от веселых скомарохов, а еще танцы, частушки, народные песни. Масленицу, любимый весенний праздник Вологжан, в микрорайонах отметили на славу. Каждый год празднуется у нас, каждый год. Радостно и весело. Вон, видите, сколько народу у нас. Все радуемся. Проводили зиму и встретили весну на 14 площадках практически во всех микрорайонах города. Главным блюдом праздника, конечно, стали блины. Их испекли сами в Вологжане. Блин ассоциируется с солнышком, поэтому блины сегодня у нас тоже будут. Я думаю, что будут. И мы будем радоваться солнышку, блинам, веселой Масленице, друзьям, которые нас окружают. Подавали угощения со сметаной, вареньем и всевозможными начинками. Потчивали и главу города Евгения Шулепова. Он побывал сразу на нескольких площадках в микрорайонах. А попробовать можно что-нибудь у вас? Один блинчик. Мы сегодня ездим по городу и пробуем блины. Блины были везде. Так, например, в Ковыринском парке за главное масленичное лакомство отвечал Центр Забота. Развлекали в Вологжан местные коллективы. А в организации помог Общественный совет города. Я сегодня весь день провел в Ковыринском парке. Просто чудесная масленица. Очень много людей, очень много детей. Центр Забота сделал масленицу, которую все вместе весело сжигали. Чучело масленицы украшали почти каждый двор. Ведь в этом году в Вологде впервые был объявлен конкурс на лучший символ праздника. Его инициатором выступила Ассоциация ТОСов города. Поступило около ста заявок. Куклы масленицы вы видите в каждом учебном учреждении. Везде весело отмечают этот праздник. С блинами, с чаем, с пирогами. По итогам конкурса победителем стал коллектив детской музыкальной школы номер 4. Свои подарки юные музыканты и их педагоги уже получили. Ну а лучшая кукла масленицы, как и все остальные, сгорели на праздничном костре. А вместе с ними и все невзгоды, которые были в прошлом году. Алена Загатаева, Михаил Протасов, Вологда, Портал.